Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Вам предстоит для поступления в магистратуру сдавать экзамен по программе прикладной информатики в цифровой экономике. Вступительное испытание рассчитано на 60 минут, то есть ровно час, и дается одна попытка. Вид экзамена — это у нас тестирование, дистанционная сдача данного экзамена и количество вопросов — 25. Структура тестовых заданий, то есть из каких тем состоят наши задания, вот здесь указано, информатика и программирование, информационные системы, вычислительные системы сети и телекоммуникации, базы данных, технологии интернет, интернет-маркетинг, и математический раздел, понемногу численные методы, теория вероятности и дискретная математика. Минимальное количество баллов, которые вы должны набрать для поступления в магистратуру — 50 из 100 возможных. Дистанционная форма сдачи предполагает сдачу экзамена через нашу систему, которая указана у вас в разделе «Расписание» покажу. Ну, логин и пароль первоначальный для входа вам будут отправлены на почту. Обращаю внимание, что если вдруг вы не получили, то посмотрите папочку «Спам», бывает, что уходит и туда. Ну и при первом входе вы можете поменять свой пароль и последующее посещение делать уже со своим паролем, который вам проще запомнить. Перед экзаменом вам надо сфотографироваться и прикрепить цветное фото с главным разворотом, то есть где видна ваша фамилия и ваша фотография, чтобы идентифицировать личность проходящего экзамена. Время ограничено, поэтому просьба сосредоточиться перед сдачей экзамена, и чтобы уже не отвлекаться, у вас есть всего одна попытка. Инструкция для сдачи вступительных испытаний вообще у нас расположена в вашем личном кабинете в разделе «Нормативные документы». Посмотрите, да, слева будет раздел. Здесь есть также пошаговые инструкции, в том числе ссылка на документ о том, как вам надо войти и пройти вступительные испытания. Расписание вступительных испытаний расположено на сайте приемной комиссии БГПУ. Вы можете зайти либо по ссылке, либо просто в браузере набирать в поисковике «Приемная комиссия БГПУ». Вам открывается сайт, вы выбираете раздел «Магистратура», и вначале там, конечно, будет больше информации о направлениях, о том, как подать документы. Вы пролистываете ниже и находите название раздела «Расписание вступительных испытаний», нажимаете на него, и расписание выглядит оно таким образом для магистратуры. Находите свое название, которое вам необходимо, «Прикладная информатика в цифровой экономике». Вот он, система, на которой будет проходить экзамен данный. Консультация у вас 12 августа, и сдача экзамена предусмотрена 19 августа с 10 до 10. Обращаю ваше внимание, с 10 до 10 это открытая система, то есть в 10 она закрывается, и нельзя начинать экзамен, допустим, полдесятого. Вот, и понятно, что вы не успеете пройти все тестирование, поэтому, пожалуйста, заходите на сайт не позже 8.30, чтобы до 10 вам спокойно, ну, предварительно, напоминаю, надо загрузить фото, да, паспорты, чтобы спокойно все закончить, без стрессов, аккуратненько ответить на вопросы. Резервный день есть 21 августа, это для тех, кто по уважительной причине не смог пройти в основной день, ну, например, по болезни, да, или что-то, я не знаю, пожар случился, не дай бог, но не надо. Если вы подавали документы позже, с 13 по 11 сентября, то дата сдачи экзамена точно так же все с 15 сентября, открытая система будет с 10 до 10, и все то же самое. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Там же на сайте приемной комиссии, в разделе магистратура, опять же, листаете вниз, не бойтесь листать информацию, очень много, находите программу вступительных испытаний, из всех программ и ищите свою, да, прикладная информатика в цифровой экономике. Программа вступительных испытаний, это называется. В программе вступительных испытаний у вас, ну, вот так она выглядит, проверяйте название, да, что мало ли не то открыли. Описано, да, из чего будет состоять испытание, сколько вопросов, время, это просто скриншоты, да, того, что есть программа побольше, подлиннее выглядит. Описаны разделы, по которым вам необходимо поготовиться, повторить темы какие-то, да. Вот, перечни разделов, вот, покрупнее я выписала, чтобы они были на обозрении, то есть это информатика и программирование, информационные системы, сети и телекоммуникации, база данных, технологии интернет и математический раздел, про который мы говорили с вами. Ну, и как могут быть, как могут выглядеть примерные задания? Напоминаю, это тесты, да, то есть в основном вам надо выбирать, допустим, из предложенных ответов какой-то один ответ или несколько ответов, то есть у вас и по проектированию могут быть задачи, да, и по интернету, вот, посмотрите, по базам данных. Так, может быть, из программирования какой-то примерчик, да, допустим, описана функция, да, заданное действие этой функции и что будет в результате выполнения этой функции. Опять же, будут даваться варианты ответов, вам надо выбрать верный ответ. Собственно, задания все, я думаю, вам известны, если вы уже окончили программу бухгалавриата, поэтому труда разобраться не составит. В программе вступительных испытаний есть также примерные задания, можете посмотреть. В день консультации вы можете писать мне вопросы в WhatsApp по данному номеру, и если у вас какие-то проблемы, ну, это заранее лучше выяснить, да, со входом на сайт, не получением логина, есть телефон представлен здесь, да, приемной комиссии, можете позвонить им и выяснить какие-то вопросы, касаемые расписания, или если вдруг вы попадаете в резервный день, что-то случилось, пожалуйста, звоните и предупреждайте. Удачной вам сдачи экзаменов, с удовольствием ждем вас на программе обучения по магистратуре. Удачи, до свидания.